Дорогие мои, вот вы мне говорите, почему я не покупаю стеклянную посуду. Вот смотрите, видите, разбили. Ваня ел, толкнул и разбили. Видите, вот сейчас все это нам убираем. Все, Света, подожди, сейчас я уберу все стеклянное. Вот поэтому я не покупаю стеклянную посуду. Ваня у нас маленький, он у нас часто очень разбивает тарелки. Вот еще одна минус, еще одна тарелка. Вот как, дорогие друзья, вот этому вот чуду, да, Ваня, ставить стеклянные тарелки, если он их ломает. У нас тарелок уже скоро вообще не останется из-за маленького чуда. Марина, ешь, да будем переплетаться. Все кушают, все завтракают. Я дальше готовлю супик. Поэтому сейчас сделаю зажарку. Суп решила сделать с колбаской. Там, видите, у меня моя Матрона висит. Это из ломазной мозаики. Я сама ее выкладывала. Я такую же Матрону делала своей бабушке, подруге и всем знакомым, кто просил. Крестная. Не мы ее делали. Мама! Кого? Мама! Икона крестная? Мама! Я уже не помню, кому даже какие работы дарила. Сейчас покажу, чай готовую. Дорогие друзья, обжариваю лук, морковь, лук, перец, колбаски. Это буду суп варить с макарошками и с колбасками. Детки давно у меня такой просили, поэтому делаем лопаткой. Очень удобно то, что она пластиковая перемешивать. Лук из овани немножко подгорел. Разбил тарелку, пришлось отвлечься и лук немного подгорел. Ну не сильно как бы, поэтому вот так вот готовим супик. И вот как после такого, да, покупать стеклянную посуду? Вот вы сами посудите. Ладно, они разбили тарелку. Это полбеды. Это даже ничего страшного. А если они поранятся? Это же травма будет у ребенка. Это будет кровь, это будут слезки. И поэтому по большей части я покупаю пластиковую посуду. Да, я знаю, что это некрасиво смотрится, но это из-за безопасности маленьких детишек, да и больших тоже. Потому что у нас Ваня с Мариной и с Оксаной чаще всего разбивают посуду. Поэтому так вот. Кружки они как-то не так роняют. А вот тарелки это зачастую. Поэтому вот как хотите судите, конечно, можете сказать, что надо приучать и все такое. Но они маленькие. Вот он сидел, ел, толкнул нечаянно тарелку или что-то задел. Все, она у него упала, разбилась. Слава тебе, Господи, что он тут же за ней не спустился и не поранился. Это очень хорошо. Так что вот так вот, дорогие друзья. Я по большей части не покупаю стеклянную посуду из-за безопасности своих детей. Мне кажется, многие согласятся с этим, а многие, конечно, и не согласятся. Поэтому это уже ваше мнение. Но я буду из-за безопасности детей ставить, пока я пластиковую посуду. Дорогие мои, сварила я суп с колбаской. Ну вот помните, я вам говорила, лук немножко подгорел. В этот раз сварила без макарон. Почему? Потому что как-то мне раз дети сказали, мама, такой суп надо варить, ой, без макарон, без моркови. И сказали, больше не ложи в такой суп морковь. Ну, невкусный, говорит, с морковкой получается. Также добавила сюда палочки укропа для вкуса. И вот такой вот супик у меня с колбаской получился. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем кушать. Ребята, у нас уже вечер, у нас очень красивый закат. Вот, неплохо видно. Подожди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои, всем добрый вечер. У нас вечер, прошу извинения, ничего не снимала, потому что у нас у мужа родственники, как всегда, в баню приехали. Сейчас покажу, что я делаю. Днем рассказываю, что делала. Почистила кабачки, нарезала, помидоры нарезала на 4 части, морковку начистила, нарезала, потом перец начистила, нарезала и все перекрутила на мясорубке. Как вы думаете, что это будет, напишите в комментариях. Ну, а я сейчас вам покажу, что я делаю. Поставила вариться аджигу. Это я буду, ребята, делать аджигу. У меня тут помидоры, перец, морковка, кабачки. Вот на кастрюльку сделала, поставила. Разогреваю суп, который сегодня варила с соседками. Вот такой вот вкусненький, без морковки, как дети любят. И тут у меня с обеда оставались макарошки. Я хочу их сейчас немножко разогреть на печке. Потом добавлю туда яйцо с сыром и закрою крышечкой. Будет очень вкусно. Еще зелень добавлю и вообще будет вкуснятина. Вот так вот готовлю кушать. Ты футболку будешь новую после Бани одевать? Хорошо, одевай, сыночек. Да. Да. Папа, Ваня, сейчас выключен. А? Ваня, сейчас выключен. Да, папа сходил, выключил. Ваня, я сейчас кольку поменяю. В шифонере, как всегда. А там только не на резинке уже. Там внизу. Ну, посмотри, если есть там. Там есть. Так что, дорогие друзья, готовлю ужин. Сейчас у нас гости уехали уже. Сейчас мои моются в бане. Света с Катей уже помылися. Сейчас Егорушка идет в баню. У меня сегодня куча стирки, потому что все постели меняют. Все это и буду стираться по ходу дела всю ночь. Я себя немного получше чувствую, но все равно. Так, на эти непонятно. Но вот такой температуры нету. Это уже меня радует. Так что, вот как-то так. Ладно, готовлю ужин ребятишкам. Варю аджигу. Если кому нужен рецепт, ну, не смогла я заснять из-за того, что у нас гости. Но я все равно еще буду ее варить, поэтому постараюсь заснять. Там у меня помидоров еще много, кабачков много, перец куплю только. И все. Там, по идее, мой вырос перец, но он мало его выросло, поэтому лучше куплю. И буду варить аджигу на зиму. Если кому надо, будет рецепт в описании более подробно. Так что готовьте вместе со мной. Дорогие мои друзья, аджигу сварила. Вот такая вот она у меня получилась. Очень вкусненькая. Добавила в конце немножко уксуса. У меня уксус закончится, кстати. Завтра поеду в аптеку за лекарствами и куплю. Вот такая вот аджига. Остынет. До завтрашнего дня поставлю на улицу. Пускай постоит. Остынет. Потом по банковому беру. Но я знаете, что я сделала? Я переборщила с перцем. Я очень много перца положила. Но по идее оно и должно быть такого. Но это на мой вкус. Кто не любит острое, конечно, можете по-своему делать. Если кому будет остро сильно, делайте по своему рецепту. Но у меня вот как записан, так я его и делаю. Но мне нравится. У нас некоторые любят. Да так же вот с макарошками где-то поесть или в суп добавить. Вообще бомба будет. Ладно, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. У нас времени уже много. Мы пойдем спать ложить. Маленьких. Всем пока-пока. Всем добрый день. Я поехала в город мне накупить лекарства. Выкупить, которые я заказывала через интернет-магазин. И плюс еще мужу лекарства. У него спина болит. Но он назначил лекарство. И надо ему купить. Уколы проколоть. Тайсон, привет, мой хороший. Некоторые писали, Настя, у вас снег выпал. Нет, ребят, у нас снег не выпал. Так что... Да, Тайса? Ладно, едем в город. Дорогие мои друзья, всем добрый день. Я лохматая. У нас на улице просто ветер сильный. Я съездила в город. Купила ей 130 штук. И сейчас покажу, что еще я взяла. У меня у девчонок рвутся порфели. Сегодня я должна еще фотографии порфели отправить. Но пока я купила вот такой порфель. Вот такой вот он идет. На лямочках. Тут два отделения. Переднее отделение. И посередине отделение. Внутри еще есть кармашки для телефонов. И отделение на молнии. Взяла я его за 200 рублей. Вот такой вот порфельчик. Сегодня фотографии еще пришли. Порфели. И там куплю еще один. Надо два ученика. Потому что двум. Но я не знаю, сами смотрите, кому. Сегодня еще будут фотографии. Поэтому... Так, дальше. Ваня, подожди. У меня заболел муж. Ему надо спину лечить. Все, спина отнимается. Поэтому купила ему шприцы. Девочки, поди... Вот этот хотите, отдам свой рюкзак? Катя, ты хотела мой рюкзак? Вот, забирай. Потом шприцы. Там пяти кубовики. Тут двух кубовики. Также вату взяла ему. И уколов целую-целую кучу уколов. Комбилипен взяла. Уколы. Артрезан. Какие-то. Кетопрофен. Это мазь. И никотинка для ее упаковочки. Вот такие вот у него уколы. Света, нам унеси. Это все папе лекарства. Это не твой. Потом дальше. Я делала тоже в интернет-магазине заказ с лекарствами. Ваня, подожди. Не трогай. Ваня, не надо это папе нести. Что я заказала? У нас закончится парацетамола. Температура. У меня вообще его нет уже. Также потом анальгин упаковочку. Ваня, подожди. На, выкинь. Потом антипакс для ушей. Вот такой вот. У нас, потому что заканчивается, поэтому я взяла. Чтобы был на всякий случай. Сейчас дети, знаете, как шапки одевают. Пока мама дома, они одевают шапку. Вышли за двор, шапку сняли. Уши потом болят. И также не месулит таблетки взяла себе. Вот такой вот заказ у меня в целом. И вот такие вот покупочки сегодня были. Сейчас переодеваемся и идем на огород. Так что вот такие вот у нас сегодня планы. Да, Ваня? Так что вы оставайтесь с нами. На этом я видео завершу. Всем пока-пока. Пока-пока.